В этот вечер со сцены звучали песни и стихи, посвященные Сочи. Большинство их авторов – простые жители города, для которых этот конкурс – возможность признаться Сочи в любви. Всего ко дню города проводилось три творческих конкурса – на лучшую песню, посвященную Сочи, лучшее стихотворение и лучшую фотографию. В последнем принял участие сочинский фотограф Сергей Лисицын. В его архиве хранятся тысячи неповторимых видов Сочи. Говорит, специально пейзажи никогда не снимал. Такие фотографии делал только попутно, во время съемок фоторепортажей о жизни курорта. Фотохудожником я себя вообще не считаю. Я считаю себя ремесленником, фотографом. И вообще считаю, что у фотохудожника нет такого. Есть фотограф, есть художник. Потому что художник из головы уберет, а я вот то, что попадается. И вот фотографа хорошего отличает то, что он как бы интуитивно видит, что можно, где нажать кнопку, короче, что-то вроде снайпера. Всего на фотоконкурс было подано порядка 200 заявок. По итогам определены 8 лауреатов, 3 в номинации «Профессионалы» и 5 «Любителей». Песня «Профессионалы» и 5 «Любителей». За звание лучшей песни о Сочи боролись 39 музыкальных произведений. Шесть лучших прозвучало со сцены органного зала на финальном галоконцерте. Кстати, по итогам конкурса будет выпущен диск с лучшими песнями о курорте. Песня возникла далеко-далеко. Ее пили в фестивальном, пили в городе Побратине Топсе. Она была написана в 80-м году. Ну, старая песня. Поэтому я решил реанимировать. Реанимирован был и сам конкурс. Старожилы помнят, что Сочи всегда славился своими музыкальными фестивалями. В этом году сценарий проведения Дня города писали сами жители. И самым популярным предложением было вернуть на курорт творческие мероприятия. Всего в этом году в конкурсе приняло участие около 500 человек. Это стало возможно благодаря работе краевой программы развития культуры. Активность жителей была большая. Мы поняли, что точно попали в цель. Потому что именно эти люди хотели давно реализовать себя. Хотели, чтобы их песни были услышаны. Хотели, чтобы их стихи тоже кто-то услышал. И они достигли цели. Мы очень рады за то, что появилась такая возможность. Мы хотим, чтобы жители города круглый год были заняты. Чтобы они нашли свое увлечение. Победители всех конкурсов были награждены в зале органной и камерной музыки. Глава города вручил им дипломы и памятные подарки. Город у горя, солнечный город, Встречи с тобой чудесами полны. Галина Захара, Вадимид Даниловский, телекомпания ФКТ.